А теперь поговорим о нашей прогулке по нашей тропе. Вот, можно держать подальше, можно еще вот так подальше. Самое важное, ну в любом деле, это, конечно, начать и не бросить. Вот, самое важное, это дисциплина. Встали, ну можно рано встать. Я, допустим, сегодня поздновато встал. Вот, пол девятого я тут прогуливаюсь. И первым делом умылись и на тропу. На тропу, на тропу идти. Естественно, не всегда это хочется делать. Но, тем не менее, главное себя вытянуть. Первый кружочек пойдет так себе. Вот. Во время второго пойдет подзарядочка. Вы уже подзарядитесь. И вон, подружка бегит моя. И вы уже второй круг, бодрячком. Ну, Даня, 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 Даня. Даня, 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 Даня. Вот она. Эй, ты жучка. Лежишь. Хорошая, упитанная собачка. И это хорошо. Да? Кусак. Ай, ну все, 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 все. Все, 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 все. Все, осталось. Давай. А то любит покусать. Пошли на второй круг. Второй круг уже идет бодрячком. Размашисто. это хорошо видеокамеры точнее как дополнительным третьим глазом посматривайте по сторонам туда-сюда на отвлекаетесь начинают приходить светлые мысли очень важно вот когда вы что-то тяжелое пережили у вас такой неприятный осадок остался ну все разное может быть очень важно отвлечься для этого лучше всего ходьба выберите место знакомое и красивое вам вот идете погружайтесь не в свои мысли а наблюдайте за окружающим с окружающим наблюдайте там зеленую травку деревья с такими вот формами звуки птиц то есть важно отвлечься и вот как только вам это удастся удастся то есть важно вообще переключение с одного на другое и как только это вам удается значит вы будете отдыхать от этого пережитого забывать его то есть чтобы она потеряла власть над вами это очень важно потому что мыслительный процесс бывает такой сильный и интенсивный что он берет над человеком власть и накручивает его накручивает я уже помалкиваю о том что это могут быть из сущности которая накручивает вас с определенной целью вот поэтому вы должны быть хозяином любой ситуации вот что то произошло крайне там неприятное ну например утрата близко все его нету естественно будут переживания ну надо попереживать не без того и в то же время в то же время попереживал понимать что это естественный процесс люди приходят и уходят рождаются и умирает раз мы еще живем наша задача жить все попереживали отдали дань усопшему и ищем новые интересы для себя я называю это новые якоря бросаем и начинаем жить если же упадаем грусть тоску то ничего хорошего из этого не будет а потом бывает так часто знаете что вот человек там тосковал переживал не знал как все это выйти и тут только раз у него со здоровьем ухудшение происходит это естественно после того как человек перенервничал и он тут хочет жить ой хочу жить как из этого выйти как из этого выйти радоваться надо то есть важно найти для себя это уже искусство темы которые вас радость отвлекающие темы дальше побеешь да ну и лучше скворцы пролетели лучше путешествие и прогулок мало что есть мы с не можем себе обеспечить какой-нибудь морской тур чтобы от всего этого отвлечься там а то что мы можем сделать поэтому если что-то такое суровое с вами случилось с вашими близкими опять таки надо немножко погустеть отпустить эту ситуацию не не натягивайте на себя от именно отпустите сейчас только понимается это значение этого слова отпустить и дальше жить жить как ни в чем не бывало естественно после того как человек что-то там перенервничал и вышел из этого состояния на организме остаются следы следы в виде таких микроспазмов я называю это такие эмоциональные шлаки в первую очередь они у вас будут на лице то есть лицо какое-то скованное руки скованные ну и еще где-нибудь в теле вот здесь очень хорошо подышать дыханием очищающим полевую форму жизни она делается очень быстро и с его помощью все эти эмоциональные зажимы обнаруживаются сами собой и по мере движения они вот такое впечатление как лопается вы от них освобождаетесь освобождаетесь а исчезают эти спазмы спазмы мышц лица спазмы мышц расположенных в кровеносных сосудах и таким образом мы как бы стерли все это растерли значит никаких последствий особо не будет потому что одно переживание наслаивается на другое все это ведет к тому что возникает спазмы микроспазм крепатура и следом идет ухудшение питания данного участка тела о что-то тут жует и ворона летает хочет полакомиться хочет утянуть кусочек места и вы вновь стали на тропу здоровые то есть ни в коем случае нельзя жить в прошлом жизнь это действительно вот есть только микс на него и держусь настоящий момент вот такая вот беседа получилась мишка мишка вот вот и вот и вот